Доходы югорского бюджета выросли на 13 миллиардов рублей. В регионе внесут изменения в главный финансовый документ на этот год и два последующих. По словам директора окружного департамента финансов Веры Дюдиной, основные уточнения проходят по налоговым доходам. Например, план по налогу на имущество организации в 2022-м увеличен почти на 3,7 миллиардов рублей. После корректировки изменения коснулись и расходов казны сразу по нескольким направлениям. Так, до конца года практически 4,5 миллиардов пойдет на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Еще около 2 миллиардов на социальные выплаты. Больше 3 миллиардов рублей регион направит на возведение нового моста через ОПЕ в районе Сургута. Кроме того, запланированы средства на выплаты мобилизованным, а также на строительство соцобъектов и переселение граждан из финального жилья. Сегодня на заседании Думы Югры депутаты примут изменения в бюджете. 13 миллиардов рублей это очень хорошая сумма, которая, я думаю, с толком будет использована всеми департаментами и муниципалитетами до конца года. Профессионализм департамента финансов, который сегодня есть в правительствах Антон-Мансийского округа, он позволяет исполнять все те социальные обязательства, которые запланированы. Вместе с тем, по мнению нашей фракции, есть дополнительные возможности, чтобы улучшать вопросы и решение вопросов, в частности, строительство жилья. То есть выделять надо действительно больше на отселение, больше стимулировать отрасль, чтобы как квадратный метр, так и вопрос переселения был для людей гораздо доступнее. В 2023 году в Югре появится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом стало известно во время визита Натальи Комаровой в Коголым. Глава региона посетила стройплощадку. Так, общая площадь образовательного учреждения составит более 65 тысяч квадратных метров. В его структуру войдут учебные и лабораторные корпуса, общежития для студентов на 390 человек, спортивный блок, актовый зал, столовая, а также амфитеатр-трансформер. Добавлю, что одной из инноваций при строительстве стало внедрение в общежитиях системы умного дома, которые позволят дистанционно через интернет управлять разными параметрами, например, светом, вентиляцией и отоплением. Это хорошо придуманное системное решение, как я считаю, в котором участвовала компания «Лукойл», Пермский край, со своим передовым университетом, правительством автономного округа. Ну, очевидно, и ответ, мне кажется, на поверхности. И, безусловно, мы получим замечательную возможность, не переводя наших детей в какие-то другие регионы Российской Федерации или мира, дать им по международным стандартам возможность получить образование по наиболее востребованным у нас в регионе специальностям, касающимся нефтегазодобычной. Югра одержала победу над «Динамом» СПБ. Этот матч прошел накануне в Ханты-Мансиске. В первом периоде команды показали равную игру, но отличиться смогли югорчане. Гости получили пятиминутное удаление, а хозяева льда за 11 секунд до конца первого периода забросили шайбу. Во втором периоде югорчане увеличили отрыв в счете, чем и раззадорили игроков «Динамо». Петербуржцы еще до перерыва сумели отыграться. В третьем игровом отрезке югорчанам вновь помогло удаление в составе гостей. Михаил Епишин воспользовался этим подарком и вывел югру вперед. Тренерскому штабу «Динамо СПБ» пришлось идти в банк, но сняв вратаря, команде с берегов Невы отыграться не получилось. Хоккеисты игры, в свою очередь, поймали соперника на ошибке и отправили шайбу в сетку. Итоговый счет 4-2. Хороший матч, я думаю, он понравился в первую очередь болельщикам по накалу, по страсти. То есть было, скажем, и большие штрафы, и нужно было выстоять в меньшинстве, и нужно было вовремя, скажем, перетерпеть и забить в нужный момент хорошие голы. Мамонты-югры тоже одержали победу в домашнем матче. Молодежка встречалась с командой «Лока-76» из Ярославля. Подопечные Олега Таубера начали матч с острых атак, но соперник сумел поймать хозяев льда на ошибке и открыть счет. Но дальнейший сценарий матча вписался мамонтами. Югорчане забросили 4 шайбы и одержали победу со счетом 4-1. Сегодня югорчане сыграют второй матч против команды «Лока-76». Субтитры создавал DimaTorzok